В российских элитах наблюдается раскол. В Кремле обеспокоены растущим влиянием повара Путина, руководителя Вагнера Евгения Пригожина. Об этом пишет телеграм-канал Джонерал СВР, который якобы ведет бывший генерал службы внешней разведки РФ. По данным канала, на днях президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеосвязи с руководством силового блока. Инициировал совещание секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Темой обсуждения стали растущие амбиции Пригожина. Евгений Пригожин видит себя на политическом олимпе России и в настоящее время проводит довольно успешную пиар-компанию по формированию и продвижению собственной карьеры политика. Пригожин снимает фильмы, открывает центры, дает интервью, где делится своим видением ситуации, не только на фронте, но и в России и мире, дает советы президенту и вынуждает принимать кадровые решения. И самое главное, Пригожин является куратором крупнейшей на сегодняшний день частной армии. Численностью более 37 тысяч человек, включая 11 452 завербованных в колониях уголовников. Он прямо и опосредованно контролирует доверенный ему Путин им общак, который на сегодняшний день немного не дотягивает до 15 миллиардов долларов. При этом контролировать его расходы российские спецслужбы не в состоянии, да и не вправе, говорится в сообщении. Патрушев якобы считает, что Пригожин хочет получить свою долю власти в России и будет применять для получения своей цели максимум усилий и предлагает нейтрализовать руководителя Вагнера. Секретарь Совбеза считает, что уже в следующем году Пригожин станет чуть ли не основным фактором дестабилизации и ситуации в России. Патрушев предложил Путину не затягивать с решением этой проблемы и предоставил свое ведение нейтрализации Пригожина. Президент сказал, что обдумает предложение, но констатировал необходимость присутствия Вагнера на фронте и отметил незаурядные способности у Пригожина, пишет генерал СВР. Назревает серьезный конфликт в элитах. Силовики крайне недовольны поведением Пригожина и его подчиненных. На фронте они ведут себя дерзко не только в бою, но и решая конфликтные ситуации со своими военнослужащими российской армии. Известно не менее 15 случаев, когда представители Вагнера убивали российских солдат и офицеров, не получив за это даже минимального наказания. Указание Путина силовым структурам содействовать везде и во всем Пригожину нервирует руководство силового блока. Долгоподобное противостояние продолжаться не может. И Путину придется выбирать с кем он, с Пригожиным или с силовиками, резюмировали на канале.